В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В День Героев Отечества три наших земляка, погибших при выполнении долга в ходе специальной военной операции, были удостоены высоких государственных наград. Слезы подкатывает, несмотря на то, что мужчина, говоримое влечение, и боль, и гордость. Ленинский городской округ присоединился к патриотическому проекту партии «Единая Россия», который получил название «Парта Героя». Наша «Парта Героя» посвящена герою Видновского художественно-технического лицея Николаю Николаевичу Галкину. Во Дворце культуры города Видное прошел благотворительный концерт. Я надеюсь, что наши видовчане отликнутся, помогут, и мы наберем определенную сумму и отправим нашим солдатам. 9 декабря, в День Героев Отечества, три наших земляка, погибших при выполнении долга в ходе специальной военной операции, были удостоены высоких государственных наград. Их вручил ближайшим родственникам военных глава муниципалитета Алексей Спасский. Подробнее в нашем первом сюжете. С гимна России и минуты молчания началась церемония вручения государственных наград Российской Федерации в историко-культурном центре в Видном. Три наших земляка, погибших в ходе специальной военной операции, были удостоены звания Героев России и получили ордена мужества. Объединение этих людей одно – это честь, это просто, это доблесть и любовь к родине, готовность защищать ее, и граждан не жили ничего, пусть даже ценой собственной жизни. Каждый, если мы по отдельности встречались, к великому сожалению, на войне без потерь не бывают. Ваши родные и близкие, ваши мужья, отцы и сыновья погибли, отдали свое самое ценное, свою жизнь не зря. Кадровые военные Андрей Акулов, Александр Асокин и Виталий Кокорин пошли исполнять свой воинский долг в зону СВО добровольцами. О каждом из них в эфире телеканала «Видное ТВ» мы уже рассказывали ранее. За Героев награды на сцене из рук главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова получили их семьи, самые близкие люди – родители, жены и дети. Хочется, чтобы наши сыновья не ушли в грехновые, а остались как жители, как достойные жители нашего района, остались в его истории. И чтобы память была сохранена, как можно дальше, лучше, и на лично. На церемонии присутствовали кадеты из Видновской гимназии 1-й и 11-й школ, воспитанники оборонно-спортивного клуба «Ратник» и их руководители. Они признались, что гордятся своими земляками. Солдат погибает дважды. Когда его убивают на поле боя, когда они его забыли. Наши организации и молодежь нашего городского округа не дадут за этих героев. Слезы подкатывают, несмотря на то, что он мужчина во время вручения. И боль, и гордость. Гордость и за наших ребят, за наших земляков, которые отдали свою жизнь. И за Россию, и за людей, за русских людей на Украине. Гордость за нашу молодежь, которая пришла на это мероприятие. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ленинский городской округ присоединился к патриотическому проекту партии «Единая Россия», который получил название «Парта героя». На ученическом столе размещается информация о герое, который учился в школе и вошел в историю Отечества. Первая такая парта теперь будет находиться в Видновском художественно-техническом лицее. Наша парта героя посвящена герою Видновского художественно-технического лицея Николаю Николаевичу Галкину. Николай Галкин, бывший ученик ВХТЛ, геройски погиб в ходе боевых действий в Афганистане. В память о нем у входа в лицей в 2002 году была установлена памятная доска. Окончив восьмой класс, он поступил в профессиональное техническое училище. И работал электросварщиком на заводе. 5 мая 1978 года был призван в ряды советской армии. Теперь память о Николае Галкине будет увековечена и благодаря проекту «Парта героя», инициатором которой выступила партия «Единая Россия». На ученическом столе размещается информация о герое, который учился в школе и вошел в историю Отечества. Цель этого проекта простая. Это сохранение исторической правды и исторической памяти. Чтобы вы, подрастающие поколения, знали не только событийно важные страницы истории, но и знали ее в лицах. Предполагается, что за этой партой будут сидеть лучшие ученики ВХТЛ, проявившие себя в учебе, спорте и общественной жизни. Еще одна цель проекта – патриотическое воспитание молодежи. Сегодня разворачиваются исторические события. Мы с вами знаем и на Украине, и на Донбассе в том числе. Каждый из нас живет не только ради своей жизни и жизни своих родственников, а ради будущего и процветания нашего государства великого. Зная страсть молодого поколения к гаджетам, авторы проекта разместили на поверхности QR-код, со сканировав который можно еще больше узнать о герое, которому посвящена парта, и других проектах партии «Единая Россия». Я прям предлагаю проверить. Да, опробовать, конечно. Просто сейчас куда нас выведет? Я думаю, что какая-то историческая информация должна быть. Сразу после открытия парты героя гости возложили цветы к памятной доске бывшего ученика ВХТЛ Николая Галкина. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В продолжении темы. День Героев Отечества появился в нашем календаре относительно недавно, в 2007 году. В Измайловском центре культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» прошла встреча с Евгением Черняевым, одним из самых известных жителей Ленинского городского округа. Около 30 лет Евгений Сергеевич посвятил своей работе. Участвовал более чем в 50 научных проектах. Звание Героя России получил за успешное проведение арктической глубоководной экспедиции. На встрече с посетителями центра «Мечта» он рассказал о своих приключениях. Это необычные аппараты. Видите, там иллюминаторы, манипуляторы. То есть и всего экипаж три человека. И это полностью автономная подводная лодка, маленькая. Но автономность, то есть жизнеобеспечение на трое суток. С собой на небольшую лекцию Евгений Черняев принес различные артефакты и фотографии. По словам самого Черняева, несмотря на то, что он отмечен высокой наградой, героем в высоком смысле этого слова себя не считает. Помимо звезды героя, Евгений Черняев является кавалером Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Мужества. Во Дворце культуры города Видное прошел благотворительный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и учреждения. В рамках мероприятия был организован сбор средств на приобретение необходимого оборудования для подшефной воинской части, участвующей в специальной военной операции. Сема приносит тепло. Самова! Много воды утекло. Самова! Отчетный концерт творческих коллективов Дворца культуры города Видное традиционно проводится в преддверии новогодних праздников. Организаторы решили совместить мероприятия с благотворительной акцией. Наши земляки участвуют в СВО, и поэтому мы решили с работниками культуры тоже внести свой вклад в помощь нашим солдатам. И поэтому мы сегодня проводим этот замечательный благотворительный концерт. Я надеюсь, что наши видовчане отвлекнутся, помогут, и мы наберем определенную сумму и отправим нашим солдатам. Во время выступления артистов зрители могли поучаствовать в сборе денежных средств для солдат, задействованных в специальной военной операции. О концерте я узнала, потому что у меня здесь дочь занимается хореографическими танцами в кружке «Мозаика», и поэтому мы решили принять участие в благотворительном концерте. Концертная программа состояла из 18 номеров. В основном выступления творческих ансамблей были посвящены зимней тематике. У нас вообще направление танцы всех народов, но в основном русские народные, и джаз. Вот на этих двух специальностях мы танцуем. Мы подготавливались на сцене, повторяли танец, подбирали костюмы, некоторые костюмы брали домой. Юный артист из ансамбля «Родничок» Ахмед Бебулатов в ожидании выхода на сцену успел поработать фотографом и запечатлеть репетиции своих коллег. Я чаще всего играю на тарелке, но на данном концерте я буду играть на лужу. Алексей Аксенов, участник вокальной студии «Звуковая волна», признается, что при выборе песни для отчетного концерта выбрал зажигательную композицию. Помогали создавать праздник на сцене прекрасные девушки из танцевального коллектива. Мы подготовили такой достаточно веселый и простой трек для того, чтобы поднять всем настроение, зарядить как-то всех эмоциями. Тем более сегодня прекрасная предновогодняя пора, погода такая. И надеемся, у нас это хорошо получится. Очень долго мы все репетировали, подготавливались. Ну, все-таки праздник. Нужно хорошо подготовиться, себя показать. Такие концерты очень, как бы это сказать, очень вдохновляют. Они дают тебе возможность почувствовать себя в теме внимания, почувствовать, что ты можешь себя в чем-то показать. Во время благотворительного концерта удалось собрать почти 25 тысяч рублей. Все средства будут переданы по назначению. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова